Отстали от плана. В правительстве раскритиковали низкие темпы подготовки к отопительному сезону. Опаздывают с ремонтом ТЭЦ в пяти регионах, а значит новые котлы будут подключать уже глубокой осенью. Не отразится ли это на температуре в квартирах? Светлана Пенькова задала вопросы чиновникам. Свыше 400 человек из 14 подрядных организаций ежедневно трудятся на ридерской ТЭЦ, стараясь успеть подготовить ее к зиме. Но пока сделано всего 53% от требуемого. По примерным подсчетам, последний шестой котел будет введен только в ноябре. Там, знаете, история была с собственником. Это же частная ТЭЦ. Потом, соответственно, соглашение ждали от Акимата с собственником. Потом был процесс выделения денег из резерва. Сейчас деньги все выделены, подрядчики все разделены по объекту. И процесс по всем, ровно по шести котлам идет. Не только Ридер отстает от графика. Опаздывают с ремонтом еще несколько регионов. В зоне риска города Тимиртау, Ридер и Кебастуш, Жесказган, Мангистауская область. Большинство из этих объектов находятся в северной зоне, в которой похолодание может наступить достаточно рано. Поэтому следует увеличить темп подготовки. Основными причинами отставания стали задержки с поставкой материалов и нехватка рабочих. При этом в правительстве заверили, что старт отопительного сезона везде пройдет как положено. Осенью котламы не нужно работать на полную мощность, а к зиме уже все оборудование будет в строю. Люди не замерзнут. Я очень надеюсь, что никто в этот отопительный сезон ни в одном городе не замерзнет. Мы над этим работаем. Работают сейчас и над ремонтом теплосетей. Правда, темпы везде разные. В области Абай, Мангистаусской, Казалурдинской, Алматинской не сделали и половины от запланированного. По электросетям и водоснабжению цифры лучше сделаны уже 60%. Перед началом отопительного сезона предстоит решить еще одну проблему. Закрыть долги энергопроизводящих компаний перед поставщиками топлива. Только Мангистаусский атомный энергетический комбинат не выплатил Кастрансгаз Аймаку 10 миллиардов тенге. А компания Богатырь Комар недополучила свыше 6 миллиардов тенге за уголь, поставленный нескольким ТЭЦ. Поэтому премьер-министр поручил Акимам как можно скорее разобраться в этом вопросе, чтобы в новый сезон не входить с долгами. Субтитры создавал DimaTorzok